Всем привет! Сегодня я хочу рассказать пару слов про фудбанки. Фудбанк – это благотворительная организация, которая занимается помощью иммигрантам, новоприбывшим и малообеспеченным семьям. Значит, списки таких фудбанков можно получить было в аэропорту и в центрах помощи иммигрантам. Мы обращались в некоторые из них. Сейчас мы остановились на Миссион Бонда Кёйн. Она нам нравится, мы продолжаем пользоваться их услугами. Значит, помимо продуктов питания в таких фудбанках мы получаем каждый год перед началом учебного года констовары ребенку в школу. То есть мы предварительно регистрируемся, даем последний бюллетен со школы, по которому видно, в какой класс идет у них. Видать, есть какие-то там списки, они знают, какие констовары в каком классе необходимы. И выдавали нам портфель, пеналы, буаталанч, вот эти все необходимые констовары, там карандаши, маркеры, фломастеры, линейка, вот такого плана. Единственное, что нам необходимо было докупить, это были тетрадки. Все. Ну и, соответственно, сами продукты питания. Значит, с этого года Бонда Кёйн уже так как бы платная. Платный фудбанк, мы платили 60 долларов за 4-х человек, они сами высчитывают, какая сумма должна быть. Это зависит от количества человек, от доходов и так далее. От 5 до 20 долларов с человека они как бы берут стоимость. Значит, какой пакет документов необходим для того, чтобы зарегистрироваться, где вообще его найти, по каким дням работает, я вам расскажу в конце этого видео. А сейчас я вам покажу тот продуктовый набор, который мы получили последний раз. Так, вот это наши сегодняшние продукты. Что мы имеем? Хлеб. Хлеба обычно дают где-то 4-5 фанок. Каждый берет сколько надо, мы так много не берем. Берем только то, что нам необходимо. Несколько вот таких вот печеньки, пачек. Печенья вообще каждый раз очень много, то есть это в принципе рай для детей, потому что они много дают печенья, вот дают какие-то, то есть это с чипсы. Потом вот такое вот еще и с печеньем. Две пачки вот таких вот печеньюшек. Так, дальше у меня идут крупные овощи. Здесь идут набор авокадо. Купят там 4 штуки. Несколько видов помидоров. Распакованные. Есть маленькие, есть крупные помидоры. Так, это хлеб. Значит, это кофе, для кофе-машины заправлять. Рис. Грибы. Вот такие вот еще печеньюшки. Значит, вот это вот идет мясо. Значит, здесь ветчина. Это говядина. Ветчина. Сосиски такие. Потом две упаковки бекона. Значит, пойдем по мясу. Два паштета. Филе. Филе это чье? О, так. Это курица. Курица, потому что бывает еще дают индейка. Но это курица сегодня так. И такие вот еще. Тоже курица и сосиски. Это то, что было по мясу сегодня. Так, по овощам я не закончила. Значит, были грибы. Потом из фруктов дыня у нас. Еще печеньки. Это десерт. Не знаю, что за десерт. Он не подписанный. Потом йогурты. Детские вот такие йогурты. И вот такие большие четыре банки взрослых йогуртов. Так, это тоже детские печенюшки. Дали еще макароны. А, и дали еще и рис сегодня. Так, потом первый раз вот такие штучки дали. Это кремики детские. И вот сегодня, ага, вот были еще два сока. Сколько там литровые? Полтора литровые. Один, шестьдесят пять литра. Два вот таких сока. Один напиток. Майонез. И вот такую вот нам дали сегодня шоколадку. Вес ее два килограмма двести шестьдесят грамм огромная. Ну, тоже, как бы, ребенок счастлив. Очень много вот такого всякого дается для деток. Всякие печеньки, шоколадки, какие-то вот такие всякие сладости. Всегда есть, обязательно есть что-то мясное. То есть, курица, говядина. Иногда несколько раз нам давали индейки. Ну, и фрукты, овощи. А вот еще с овощей отдельно я положила. Здесь идет лук, картошка и морковь. Вот такой вот фудбанк. Вот такой вот продуктовый набор мы получили. Значит, я уже сказала, что с этого года Миссион Бонда Кио работает платно. Эта плата взимается раз в год. Для того, чтобы зарегистрироваться, вам необходимо обратиться непосредственно к ним. Онлайн-регистрация невозможна. Необходимо приходить с пакетом документов. Ссылочку я дам под этим видео на сайт Миссион Бонда Кио с точным его адресом, координатами. Находятся они в районе станции метро Сан-Генри. Площадь Сан-Генри. Значит, для того, чтобы зарегистрироваться с собой, необходимо иметь пакет документов. Три документа. Первый – это подтверждение вашего нахождения в Канаде. Это именно нахождение вашего в Монреале проживания. Это бай, либо счет за гидроквебек, либо счет фактура за телефон. То есть любой из этих документов, подтверждающий ваш адрес. Следующее – то, что вы официально находитесь здесь, ваша карта Маляди, либо ваши права. И третий – это ваше финансовое состояние. То есть это может быть счет с банка, это может быть справка с работы, это может быть справка с учебы и так далее. То есть три документа. Проживание, официальное нахождение здесь и ваши доходы. Ну, в принципе, и все. Все остальное оставлю с сайт. Вы посмотрите, как бы прочитайте, если вам необходимо. Надеюсь, это видео было для вас полезно. Всего вам хорошего. Подписывайтесь на мой канал. Пока!